StarCraft 2, Mafia 2, Saints Row 2, Sacred 2, Prototype, а также Камикадзе атакуют статуи свободы, порно-звезды в играх, что они там делают? Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите Привет, меня зовут Макс Васильев и это Виртуалити В ближайшие полчаса вас ждет только самое новое и интересная информация из мира видеоигр и компьютерных развлечений Голливуд, по слухам, собирается экранизировать Uncharted На роль Натана Дрейка претендует Мэтью МакКонахи Помните, красавчик из фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Давайте их сравним Мне кажется, для полного сходства его нужно немного подстричь Подкрасить, возможно, откормить килограммов на 5 Ну и пластика носа, наверное, не помешает А так вроде похож Так что ждем очередную экранизацию Какие еще события произошли в мире видеоигр в новостях Немецкая компьютерная ролевая игра SACRE 2 вот уже совсем скоро выйдет на консоли Приставочники ликуют в предвкушении Компьютерщики посмеиваются и продолжают играть А разработчики, студия Ascaron Entertainment, отправляются к померу Причем в своем завещании они обвиняют в банкротстве именно консольную версию SACRE 2 Которая высосала из компании все деньги Интересно, что подобная ситуация уже происходила с немцами ранее Мне видится, эта ушлая немчура просто что-то там мухлюет Как обычно, они всех обманут И получат еще плюс 10 харизме и плюс 100 золотых монет В интернете нарисовалось 20-минутное видео из грядущего хита StarCraft 2 Парочка геймеров, один из которых явно азиат, отчаянно рубятся в долгожданную стратегию Зерги против терранов Запад против востока Порядок против хаоса В этом ролике есть все Следить за ожесточенной баталией настолько увлекательно Что даже как-то забывается тот факт, что игру обещали выпустить еще в прошлом году В общем, видео зачетное Не пропустите его хотя бы для того, чтобы узнать, кто победил Хотя я лично ставлю на азиат Еще один геймплейный ролик еще одного ожидаемого хита тоже засветился в сети На этот раз речь идет о гангстерском экшене Mafia 2 Видео нам показывают грядущие перестрелки, погони, несколько сюжетных сцен и примеры озвучки персонажей Судя по количеству нецензурных диалогов, игра ожидается жесткая Вот только уж больно она смахивает на прошлогодний гид GTA 4 Только вместо угрюмого серба Нико Белича темпераментный итальянец Витру Действия происходят в середине прошлого века А так все то же самое аркадной погони и перестрелки, которые мы видели в GTA 4 Неужели мафия уже не та? Ну нет, мы просто не можем в это поверить Новость, в которую тоже трудно поверить Российский генштаб займется разработкой компьютерных игр Звучит устрашающе, не правда ли? Военные считают, что патриотическое воспитание не приносит желаемых результатов И хотят заняться, цитирую Производством и распространением среди молодежи компьютерных игр, военно-патриотической направленности, а также создание военно-патриотических медиапрограмм О как! Думаю, отечественные разработчики будут только рады воплотить мечты военных Ведь работы у них сейчас немного Если в нашей стране хотят делать патриотические игры, то на Западе наоборот Дают возможность побывать на каждой стороне конфликта и вообще творить свою собственную историю 7 декабря 1941 года американцы узнали, что Япония — не только страна Суси и Сакэ Стремительная атака японских императорских войск на Перл-Харбор Уничтожение четырех линкоров, двух эсминцев и полное превосходство на воде и воздухе Император мог по праву гордиться своими подданными Но сейчас я расскажу о другом — об игре Battle Station Pacific Это продолжение стратегии в реальном времени Battle Station Midway, вышедшей два года назад и полюбившийся геймер Правда, не всем Кое-кто ругал игру за скучные миссии, кто-то за несовременную графику, кто-то за странное управление Чтобы поспать в бой с кадрилью самолетов, нужно было сделать 12 нажатий на разные клавиши В общем-то, люди были не готовы даже в тех роковные времена Конечно, не каждый способен осилить такую замутненную систему управления войсками Однако продолжение ждали, и ждали в первую очередь любители исторических стратегий Так чем же эта игра так зацепила геймеров? Ну, для начала разберемся с жанром Ведь это необычная стратегия С одной стороны, игрок управляет авианосными соединениями, линкорами, эскадрильями самолетов и боевых катеров С другой стороны, ты в любую секунду можешь переключиться, занять место, не знаю, стрелка главного калибра на башне линкор С зенитчика на крейсере Лис-Минс Или сесть в кабину самолета и заняться истреблением летающих машин противника Именно этот сплав стратегии экшена и пришелся по душе поклонникам исторических сражений Ведь сначала игрок раздает грамотные приказы войскам А потом самозабвенно врубается в бой на каком-нибудь истребителе и выносит вражеские самолеты Фактически мы имеем возможность повторить исторические операции американского и японского флотов на Тихоокеанском театре боевых действий Причем для игрока доступны обе стороны конфликта, что лишь добавляет проекту привлекательности Вы только представьте, что можно сделать, играя за отчаянных самурай Да, разбомбить Кир-Харбор можно своими собственными руками Не обещаю, что можно попалить сгланового калибра по статуе Свободы Но забороть американские войска, да, вполне Ну что, и этого тоже вполне достаточно Тем более, что в вашем распоряжении будет около 70 различных боевых единиц От линкоров и субмарин до боевых лодок и самолетов-камикадз Так что, конечно, пишите свою альтернативную историю с помощью игры Battle Station Passive Но все же не забывайте, как было на самом деле Далее в виртуалити Saints Row 2, Prototype, Guitar Hero А также, что вытворяют порнозвезды в видеоиграх Где тусят настоящие геймеры Это виртуалити, мы вернулись Знаете, что можно сделать за 30 баксов? Нет, ну понятно, вариантов масса Но оказывается, их можно потратить на обучение Тетрису Курс длится 90 минут За это время можно посмотреть, как в него играет ваш наставник А потом попробовать самому За дополнительную плату в 10 долларов Можно еще получить выпивку Отлично, я поехал, пока Стой, стой, стой Я разве не сказал? Курсы проходят в Ванкувере Жаль Ну ничего не поделаешь Зато в проекты, о которых пойдет речь в новостях Можно поиграть, никуда не выезжая Они распространяются через интернет Наконец-то геймеры-эстеты смогут насладиться Компьютерной версией аркадной головоломки Break Главный герой Тимми На протяжении всех ее уровней Прыгает на большеголовых монстров Собирает какие-то ключи, решает пазлы И ищет, ищет, ищет свою принцессу в разных замках А принцессы-то и нет, только какие-то чудики Проект знаменит в первую очередь Благодаря всяческим выкрутасам со временем Здесь его можно перематывать вперед и назад При этом свободно перемещаясь во всех направлениях Частенько Тим нарочно подставляется под монстра Или падает в пропасть Чтобы в последний момент отмотать время назад Удачно прыгнуть и оказаться у следующего замка А там снова какой-нибудь чудик В общем, не игра, а какой-то брейд Главное в процессе прохождения Не сломайте свой мозг В противном случае для вас время назад Никто не отмотает Вот представьте, что вы большая белая собака Значит, едете вы на машине А за вами гонится большая пчела Которая схватила руками вашего друга И угрожает проткнуть своим жалом ваш автомобиль Представили? Ну, если не получается, то и не надо За вас уже все представили разработчики компьютерного квеста Уоллес и Громец Grand Adventures Эпизод 1 Fright of the Bumblebees За этим длинным труднопроизносимым названием Скрывается море юмора, отличных диалогов и забавных персонажей Игра открывает серию эпизодов О приключениях незадачливого горя-изобретателя И его друга-говорящей собаки Нестандартные задачки, хитроумные головоломки И едкая сатира присутствует Плюс гигантские пчелы, которые атакуют все подряд Короче, Петросян нервно курит Мы ждем следующих эпизодов Подланные беспредельщики Есть маза дик оттянуться Все, что от вас требуется разрушать, взрывать и терроризировать мирных граждан Примерно с таким лозунгом разработчики GTA-подобного экшена Saints Row 2 Выкатили на гора скачиваемое дополнение Elder Expo Те, кто вдоволь не набесновался в оригинальной игре Найдут в дополнении умопомрачительную порно-актрису Теру Патрик Которая выступит в роли ученого-микробиолога Эта девушка поможет главному герою забороть убер-плохую корпорацию Elder Ну, а потом, может, и сиськи покажет Также в качестве бонуса обещают три новых миссии Всякие танки-самолеты, новые кооперативные режимы И сиськи над братью В сети можно не только покупать эти игры, но и рубиться в них друг против друга Правда, сейчас возникла немного другая тенденция Совместное прохождение В связи с этим киберспорт начал потихоньку загибаться Геймерам гораздо интереснее сражаться плечом к плечу против компьютерного интеллекта Хотя вот наш корреспондент, например, пытается доказать обратное Макс, вот ты говоришь, киберспорт мертв, киберспорт свое отжил А я здесь нахожусь на четвертом по счету геймсфесте И очень тут даже весело Вон ребята йо-йо крутят И, по-моему, все будет очень классно Играть в одиночку перед монитором — это кайф А вот показать свое умение перед сотнями живых людей — это уже испытание В пасхальные выходные такая возможность проверить себя на прочность Представилась всем, кто посетил игровой фестиваль Games Fest Организованный компанией Electronic Arts В течение двух дней добрых пять сотен прожженных геймеров Выясняли, кто круче в таких дисциплинах, как Battle Forge Need for Speed Undercover И Red Alert 3 А основным состязанием стал король спорта В том числе и виртуального — футбол Турнир раздельный для профессионалов и любителей Соответственно, пришло на любительский турнир больше 180 человек На турнир профессионалов у нас только по приглашениям — это 32 человека Клюшками, которые полагались за победу в киберсоревнованиях Были деньги, памятные призы, а также вот такие кубки А мы тем временем поинтересовались у кибербойцов на предмет их боевого настроя Волнуешься? Да нет, вообще не волнуюсь То есть первые разы, когда я начинал играть, воиновался Сейчас вообще будет спокойно, как все в обычной обстановке Ну, у меня сегодня день рождения Конечно, хотел бы принести себе подарок Но на самом деле, думаю, что не получится Просто обстоятельства такие, что на данный момент я не лучший игрок на самом деле здесь Вне конкурса развлекуха тоже была И вот какая Любой желающий мог припечатать противника Face'em Up Table в четвертом Street Fighter Перестрелять локуста в Gears of War 2 Насладиться всей прелестью ядреной русской ненормативки В зале, где проходили любительские соревнования А также поглазеть на выступления йо-йоистов Йо-йоеров В общем, тех ребят, которые ловко обращаются с Йо-йо И даже познакомиться с человеком Субару Событие почтил своим присутствием Сам глава российского корпуса Electronic Arts Тони Уоткинс Естественно, мы не могли отпустить его Не спросив, понравилось ли Тони это действо Ну, естественно, мне достаточно было посмотреть на аудиторию Увидеть выражения их лиц Чтобы понять, что все очень рады Всем прямо не терпится сразиться друг с другом Это круто Серьезно, мне действительно очень приятно увидеть Как сильно люди поддерживают это движение Мне сказали, что уже в 10 утра тут все ломилось от народа Этого мы и добивались Не понравилось нам на Games Fest'е только одно Тесновато было в клубе Но, с другой стороны, это же явный плюс Истинные геймеры Не какие-то там асоциальные ботаны А вполне себе компанейские ребята И это есть КУ Далее в Виртуалити Прототайп, гитархиру А также очередной урок школы онлайн-мужества Это Виртуалити Мы продолжаем знакомить вас с новым И необычным из мира компьютерных развлечений Консольщикам, мягко говоря, не повезло Разработку приставочной версии легендарного Ведьмака Прикрыли раз и навсегда PC-шники снова the best Единственное, что могу предложить в данной ситуации консольщикам Так это обратить внимание на другие игры О них в новостях Если у вас нет времени выбраться на теннисный корт А помахать ракеткой очень хочется Вам поможет аркадный теннис для консоли V Grand Slam Tennis И пусть вас не смущают большеголовые игроки И огромные величины с арбуз теннисные мячи Медленно перелетающие через сетку Взяли в руки V-Mode И вперед махать Со стороны выглядит, конечно, странно Но и есть риск что-нибудь сломать Причем этим чем-то может оказаться челюсть вашего товарища Зато как им весело управлять Федерером Или, ну, делать невесть, как оказавшегося в игре Рыжебородова Бориса Беккера Конечно, настоящего тенниса эта игра не заменит Зато после часика подобных рукомашеств Желание выбраться на корт вылетит в аут Выйдет проект уже этим летом А пока просто тренируйтесь махать руками Легко ли быть мутантом? Герой экшена прототайп Алекс Мерсер Получивший во время опытов лабораторий мутантские способности Считает, что нелегко Но! Вы посудите сами Можно бегать по стенам Прыгать по крышам Атаковать вертолеты прямо в небе Падать практически с любой высоты Не рискуя разбиться в лепешку Легко переносить пулевые ранения Перевоплощаться во своих врагов И выпускать из рук гигантские щупальца шипы После всего этого Алекс заявляет, что ему тяжело Там бла-бла-бла И вообще он ничего не помнит Я бы на его месте с такими способностями Жил бы, не тужил бы А он нюня распускает Одним словом Мутант Кстати, игра выйдет для консолей и PC Ровно через месяц Вот тогда мы и узнаем Какая сволочь обижает несчастных мутантов Что будет, если объединить воина, мага и лучника? Нет, это не Diablo 3, хотя это тоже правильно Я про платформер Трайне В котором воин, маг и лучник Объединены в одного персонажа Способного переключать свои умения по ходу игры Скажем, встретилась вам в пути пропасть Маг наколдовывает мостик Вы переходите, потом превращаетесь в воина Пробиваете дыру в полу А затем, став лучником Убиваете врага на дальней дистанции И перескакиваете через шипы Уцепившись крюхом на веревке за потолок Короче, таким образом Эта дружная троица пробирается через запутанные уровни игры Почему и зачем Только им и ведомо Больше всего эта игрушка напоминает старый проект Lost Vikings С похорошевшей графикой И умело прикрученной физикой А появится это чудо 3 в 1 На PC и PlayStation 3 уже летом И вот знаете, все-таки одна голова хорошо Две лучше, а три вообще писец Зажигай! Самые взрывные хиты, самые рокерские прикиды И самые ностальгические гитарные рифы Наконец-то все это собралось в одной игре Guitar Hero Smash Hits Сломайте себе пальцы в дьявольском хите группы Dragon Force Подпевайте вместе с Фредди Меркьюри Двигайте бас-гитары в такт нирвани И взорвите мост барабанными партиями Iron Maiden Рокеры, оттянитесь на полную катушку Самые лучшие, самые чумовые песни первых частей Guitar Hero Наконец-то можно сыграть на нормальной беспроводной гитаре Барабанной установке Или даже просто проорать в микрофон В общем, ждем игру в июне Ну а если вы хотите довезти ваших соседей уже сейчас Просто врубите громкость телека на максимум И зарычите как орк Потому что мы продолжаем нашу традиционную рубрику Качалка Школа выживания в мире Warhammer Так, салаги Если кто еще не понял, мир Warhammer Online огромен И вам, сопляки, вовсе не обязательно постоянно торчать в одном месте Шестой урок посвятим путешествиям Пакуйте манатки в дорогу Как вы уже поняли, место на карте мира, где появляется ваш персонаж Зависит от выбора стороны Это война, детки, со своими фронтами и границами Как ты был? Начинаете вы в глубоком талу Но если у вас в одном месте кипит героизм То никто не мешает вам пойти на передовую Именно там проходят границы между враждебными территориями Как только вы вступите во владение неприятеля И у вас над башкой загорится вот такой магический таймер Если не успеете за 10 секунд унести свою задницу То держитесь Ваш персонаж получит статус участника боевых действий С этого момента готовьтесь к веселью Вас будут атаковать все живые противники Впрочем, если сбить группу покрепче То можно запросто совершать увлекательные вылазки к врагам Театров военных действий много Перемещаться между ними можно и нужно Сегодня вы воюете на пустошах Нарвске Завтра помогаете эльфам сгнобить темных сороничей Для того, чтобы отправиться куда-нибудь подальше Ищите мастера полета Приспешники разрушения, как и положено Летают на ужасных вонючих тварях А вот порядочные имперцы Вынуждены доверять хрупкой гномской винтокрылой тавуретке Да еще и терпеть насмешки окружающих Да, боевой поп с пропеллером Такой увидишь не каждый день Тем не менее За пригоршню монет И те и другие могут запросто перемещаться Между удаленными землями Чего надо? Те, у кого боязнь высоты и слабый желудок От полетов отстраняются Хотя даже в пределах одной локации Можно перемещаться не только на своих двоих В мире Вархаммер существуют маунты Чаще всего это специально обученные животные Способные часами таскать вашу тушу на себе Их выбор довольно широк От благородных лошадей до мерзких болотных кабанов Едешь по делам? Некоторые особо продвинутые вояки Перемещаются при помощи таких вот Механических конструкций Личный маунт вопрос статуса Каждый из вас ничтожеств Должен стремиться обзавестись своей животиной Для этого нужен 20 уровень И порядочное количество монеток Так что придется экономить Не транжирьте золото Животное нужно еще и кормить чем-то Итак, слушайте внимательно, оборванцы Домашнее задание Пробная вылазка на другой континент И обзаведитесь уже личным маунтом, пешеходы До сегодня все Вольно! На сегодня все Смотрите на следующей неделе в виртуалити На Марсе есть жизнь Но это ненадолго Корейцы пришли, чтобы забрать русских геймеров Игра, из-за которой убили 12 человек И многое другое С вами был Макс Васильев Стэндбай! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok